Если ребенок уходит из жизни еще внутриутробно, что это? Судьба? Да, это судьба этого ребенка. Но чаще всего мой опыт показывает, что когда дети уходят из жизни в молодом возрасте, смотрите, как интересно они себя ведут. Вот все родители описывают одно и то же. Этот ребенок был совершенно невинный. Он вел себя как ангел. Он очень был хороший, у него был безупречный характер. Он был таким, что его ничего не интересовало в этом мире. Олег Геннадьевич, почему он так рано оставил тело? Поднимите руку, кто является таким человеком, у кого такой человек ушел из жизни. Поднимите руку. Вот пример, пожалуйста. Вот, пожалуйста, второй пример. И так далее. Это значит, что эта душа родилась здесь. Не для того, чтобы здесь отрабатывать карму. Этот человек пришел в этот мир для того, чтобы чуть-чуть помучиться, пожить и уйти наверх. И вот эти дети, которые вы описываете, они все сейчас являются вашими ангелами-хранителями. Они на высших планетах находятся и от них светлые силы исходят. Они рядом с вами побыли, дали вам милость и ушли туда наверх. Ко мне в Челябинске подошел один мужчина, такой плачет. Хороший человек очень. И говорит, Олег Геннадьевич, у меня судьба тяжелая. Я такой смотрю и думаю, ну сейчас что-нибудь мне будет говорить, как у всех. Ну такой не сильно доверял, что у него действительно судьба тяжелая. Потому что часто люди обычную судьбу воспринимают как тяжелую, если они не хотят работать над собой. Вся судьба тяжелая, любая. Но когда этот человек мне сказал то, что он мне сказал, мы полосы дыбом стали. Он говорит, Олег Геннадьевич, у меня была такая жена. Она ушла из жизни. Мы очень возвышенно жили, и она вдруг раз в молодом возрасте ушла, шла из жизни. Олег Геннадьевич, у меня был такой ребенок замечательный. Он ушел из жизни в молодом возрасте. И так далее. Он начал мне перечислять, и я смотрю, все эти люди ушли на высшие планеты. Один, второй. Он мне говорит, жена, я смотрю, она уже там. Я говорю, ваша жена-то сейчас на высших планетах радуется вам. От нее и сияние исходит. Он такой, я так и чувствовал. Я говорю, и так он ребенка говорит точно так же. И все, что он сказал, все уже его защищают сверху. Я говорю, что же вы так страдаете? Если все, кто вас окружал, уже дают вам свою милость. И он, знаете, он так посмотрел на меня, у него такая радость великая в сердце вспыхнула. И он сказал, наверное, я глупец, потому что в сердце я это все чувствовал и знал, то, что вы говорите. Но что-то мешало мне поверить в это. И поэтому я страдал. И он такой окрылился и пошел с радостью в сердце. Понятно? То есть не всегда надо печалиться. Жизнь вечна. Мы никто не уйдем из этого мира. Мы все останемся душой. Кто-то на этой земле будет жить, кто-то дальше пойдет, выше. Это все удел каждого. Единственное, что не нужно человеку жить просто так на этой земле. Просто так означает для детей, для мужа, для работы, для семьи. Это все надо. Это все надо для жизни. Для этой жизни. Но насколько? Насколько? Настолько, насколько надо. Не надо в это сильно погружаться. Все свое внутреннее свободное время, как минимум 3-4 часа в день, человек должен думать о Боге, о возвышенном чем-то. Его жизнь завенчается успехом и не только его жизнь, а также жизнь всех родственников, которые его окружают. Веды говорят, если человек становится святым, 12 поколений до человека, 12 поколений после него получают милость. Высшую милость. Не просто там чуть-чуть, а высшую милость. Дается полностью знание, для чего мы живем. Дается практика в сердце, как надо практиковать. Конечно, человек не может от всех проблем избавиться, если он ничего не делает. Но знание, как жить правильно, приходит в сердце у тех, кто соприкоснулся с такой личностью возвышенной, как родственник. Вот это называется уже милость рода. Такое бывает очень редко в наше время. Продолжение следует... Продолжение следует...